Здравствуйте, уважаемые пользователи! Пока еще пользователи Twitter, Facebook, WhatsApp и прочих буржуйских платформ. Скоро мы с вами, да и весь мир, можем лишиться всех этих капиталистических прелестей, если цифровой беспредел из Штатов хлынет к нам. Их за океанскую возню и наше возможное в ней участие обсудим сейчас в программе «Вечерлайф» в студии Александр Маченко, начальник управления международной деятельности КФУ Минивернадского, Андрей Мохов, политолог, директор Черноморского информационно-аналитического центра. Господа, также в формате международной повестки поговорим об итогах трехсторонних переговоров руководителей России, Армении и Азербайджана. Предлагаю с этого, наверное, и начать, да? Итак, Ильхам Алиев, Никол Пашинян не стали пожимать руки друг к другу перед началом переговоров, а когда завершилось, они, в принципе, разошлись в итогах оценки войны. Конфликт до сих пор не урегулирован, говорит Пашинян, а Ильхам Алиев настаивает на том, что конфликт, собственно, завершен. Андрей, как вы оцениваете результативность, в принципе, этих переговоров? Я вообще оцениваю, что то, что Россия вмешалась в этот конфликт, остановила эту горячую фазу. Благодаря грамотным действиям нашего президента мы показали, что мы можем разбираться на территории постсоветского пространства, несмотря на то, что Турция оказывала поддержку Азербайджану. И тем самым мы не только остановили эту кровавую фазу, но и показали Турции, что мы сами можем у себя на нашей постсоветской территории, и на нашем, скажем так, внутреннем дворе наводить собственный порядок. Дело в том, что Владимира Путина уже окрестили миротворцем, но в то же время отдельные армяне говорят о том, что Россия их бросила, не помогла. Некоторые азербайджанцы настаивают на том, что Россия слишком активно участвовала и вмешивалась. Или это из разряда Александра, всем мил не будешь, все равно надеется человек, который будет против? Ну, я думаю, что Россия сделала самое главное. Она остановила горячую фазу конфликта, которая была. Это зона наших жизненных интересов. Это, в конце концов, наши бывшие соотечественники. Мы с ними много лет жили в одной стране. Огромное количество из них говорит с нами на одном языке. Пусть даже с акцентом, да? Пусть даже с акцентом. Да, эта территория рядом с нами, ее не зря поджигают по периметру Россию. И в наших, естественно, жизненных интересах было остановить эту горячую фазу конфликта, что Россия на данный момент успешно и сделала. При том, что, конечно, там ситуация тяжелая, и она будет оставаться тяжелой еще много-много лет. О том, кто и зачем поджигает, мы еще поговорим. А сейчас предлагаю связаться с нашим еще одним экспертом. На связи по скайпу Георгий Мурадов, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации. Георгий Львович, скажите, какова роль России в регулировании конфликта? И с кем по итогу мы больше дружим? С Арменией или с Азербайджаном? Ну, я считаю, что Россия выполнила очень важную функцию. Она действительно была, есть и будет историческим союзником, партнером этих государств и народов. Там есть серьезные и политические, и религиозные различия. И, конечно, стремление распространить свое влияние. Я имею в виду, что тут, как говорится, скрывать и прикрывать эту ситуацию. Речь идет о стремлении Турции распространить свое влияние и на Кавказ, и на Центральную Азию. Поэтому Россия выполнила конструктивную роль между Арменией и Азербайджаном. Ну, во всяком случае, эта роль однозначно миротворческая. И именно благодаря этой функции сегодня на Южном Кавказе есть мир. Я не думаю, что какое-либо другое государство имело такие возможности. Мы еще раз проявили себя как действительно центральная, стержневая держава этого пространства. Россия старается быть равным партнером для обоих государств и для обоих народов. Вместе с тем нас связывают союзнические отношения в рамках ОДКБ, то есть это организация договора коллективной безопасности с Арменией. Но у нас есть тоже серьезные партнерские отношения в рамках СНГ с Азербайджаном. И Азербайджан активно участвует в этой постсоветской, скажем, группе государств, которые сохраняют между собой достаточно активные, многоплановые отношения, базирующиеся на серьезном историческом фундаменте. Георгий Георгиевич, благодарю за комментарий. Но, собственно, действительно прозвучали слова касательно Турции. Серьезную и военную, и дипломатическую, и моральную поддержку оказывала Турция во время конфликта в Нагорном Карабахе. И сам османский фактор, он серьезно, наверное, повлиял в том числе на динамику российского влияния в Закавказье. А вот как думаете, Москва и Анкара в этом конфликте были оппонентами или, так получилось, что ситуативными союзниками? Я считаю, что надо рассматривать с позиции того, что Турция это страна НАТО. Со второй по численности армии. Да, со второй по численности армии. И исходя из того, что страна НАТО свободно себя может чувствовать в наших, скажем так, территориях. Пусть даже и постсоветского пространства, но все равно это наши люди. Это один когда-то большой народ. Вы сейчас про Турцию или нет? Я про Армению, про Азербайджану. Да, просто вопрос непосредственно по Турции. Она точно так же свободно себя чувствует в бывших союзных республиках, на примере Азербайджана. Аппонент или союзник? Я считаю, что все-таки больше оппонент. Еще раз повторюсь, из-за того, что Турция, являясь страной НАТО, распространяет свои интересы, поддержку государствам, которые находятся при границе с нами зоне. То есть, ищет, и, как говорится, если хочешь войны за государством, найди выходы к его границе. Вот это один из таких шагов. Ну да, теперь вопросы коридоров. Армения в Россию, и, соответственно, Азербайджан хочет в Турцию. Мы получили бы такой же конференции, как в Номбассе. Есть возможность торговаться, да? Господа, ну перейдем немного дальше, я имею в виду географию самого мира. Администрация нового президента США Джо Байдена, вероятно, будет активно искать какого-то диалога с Ереваном. С нынешним или, возможно, а все к этому идет, грядущим правительством страны будет давить на то, что Россия в рамках договора ОДКБ не выполнила свои обязательства. Хотя напомним, что на территории Армении боевые действия не велись. Но, тем не менее, где гарантии, что даже в случае смены власти Ереван не перестанет дружить с Москвой? Мне кажется, у Еревана есть только одна гарантия того, что он сохраняет какие-то позиции, более или менее вменяемые в этом конфликте. Это Москва, которая все равно является гарантом этой роли Армении. Если они решат переориентироваться на какую-то другую страну, им будет еще хуже, чем сейчас. Андрей, ну вот с Азербайджаном тоже не все понятно. Они фрукты и овощи к нам везут, отсюда к себе российское оружие, что тоже, например, армяне активно обсуждают. Кстати, на того, что воевали российским оружием государства, но это исключительно торгово-экономические отношения. А по факту, несмотря на все это, Турция-то роднее оказывается? Почему это? Влияние мягкой силы, какие-то сходства ментальности, историческое прошлое. Все-таки у Турции с Азербайджаном тоже оно есть, несмотря на то, что Азербайджан был частью Совета. Ну, тут можно рассматривать привлекательность Турции в плане, скажем так, стабильного государства, где нету войн, где постоянно светит солнце. И, соответственно, если выбирают те же самые жители Азербайджана, куда поехать жить, в Россию или в Турцию, ну, большинство, конечно же, поедет в Турцию. А по рынкам не скажешь. Ну, а... Господа, ну, как говорится, не Турция единой. Топ-новостью последних дней стали события в Соединенных Штатах Америки. Всем известно, что сторонники Трампа устроили массовые протесты. Ну, и как-то мимоходом захватили Капитолий. Бывает такое, куда же подеваться. Давайте узнаем из первых уст, собственно, что происходит там сейчас. На связи по скайпу Стефан Эберт, политолог из США. Стефан, добрый вечер. Честно говоря, ну и дела у вас творятся. Вот скажите, какие настроения в американском обществе сейчас? Ну, и Капитолий-то уцелел, нет? Нет, вы знаете, мы очень опасаемся. По-моему, это более пробный шар. Потому что вот эти милые там ребята, точно как штурмовые отряды Гитлера, ворвались в Капитолию. Это как у нас святое святых. А в основном более-менее без оружия. А кое-кто там, по-моему, с пистолетом или с этими пластиковыми стяжками, ну, там сотни. И нам обещают, что будет намного хуже. И я, к сожалению, вот с такими оценками согласен. Потому что говорят, что во всех 50 штатах это повторится. Ну, я могу сказать, что нет, это не так. Только 20. Потому что 30 штатов, они вот такие красные. И против них никаких претензий нет от наших милых права радикалов. Ну, в основном уже через несколько дней все это снова начнется. И по всей стране, я уверен. И будет, в этот раз будет настоящее кровопролитие. Там погибло, по-моему, 5 человек, 5 или 6. Один покончил с собой полицейский. Скорее всего, в связи с этим, убили, добили, избили полицейского огнетушителя на месте. И еще, по-моему, 4 из наших ребят. Так что мы очень-очень опасаемся и ждем самого плохого. Стефан, ну, надейтесь все-таки на лучшее. Если что, миротворец Владимир Владимирович Путин вам поможет. Благодарю за комментарии. Вам всего доброго. Господа, ну, действительно, мы до эфира обсуждали о том, что это все-таки какие-то там цветочки и прянички. Да, по факту оказывается, что люди непосредственно в Соединенных Штатах переживают о той ситуации, которая сложилась. Но, Александр, вот сторонники Трампа, говорят, запланировали этот митинг заранее. Именно на тот день, когда должны были засвидетельствовать победу Трампа на выборах. Трампа, господи, Байдена на выборах. Правда ли, что Трамп, действительно, своими призывами, он пытался устроить государственный переворот? Или так сложились обстоятельства? Как считаете? Ну, я не знаю, пытался ли Трамп устроить государственный переворот. Вот Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки, он сам себя собирался переворачивать. Понятно, что мы являемся свидетелями очень глубокого кризиса и политического, и социального в Соединенных Штатах Америки. И маркеров, да, таких, которые указывают на это, было очень много на протяжении последних лет и на протяжении последнего года. Это и волнение на расовой почве, это и во многом спекулятивные кампании по защите меньшинств. И вот эта президентская кампания, инаугурация еще впереди. Посмотрим, что будет. Вот Стефан опасается, что, возможно, эскалация ситуации. Мы наблюдаем за серьезным глобальным кризисом в самой большой, самой могущественной, самой богатой и самой вооруженной стране в мире. Поэтому, собственно говоря, весь мир за этим и следит. Вот штука такая, что все, что происходит в Вашингтоне, увы, касается каждого из тех, кто живет на этой планете. Мы непостижимы, Александр. Вы вот вспомнили события уже давно минувших дней, да, я имею в виду Black Lives. И я хочу сказать о том, что Джо Байден выбрал сторонницу черного превосходства Кристен Кларк, главой отдела по гражданским правам Министерства юстиции. А я хочу сказать, что она заявляла как-то, что негроидная раса обладает более высокими интеллектуальными и физическими способностями, чем другие расы. И поддерживала, мало того, дискриминацию азиатов. Вот в этом случае мы видим, опять же, двойные стандарты, да, и когда там, условно, белые полицейские целуют ботинки негров, я думаю, слава богу, в этой стране я еще могу называть этих людей этим наименованием. Большие, брат, записывает. Да, пусть записывает, но сам факт, да, когда, допустим, люди в Капитолии, это уже террористы. Кстати, тоже очень своеобразно, тех людей, которые ворвались в Капитолии, сами называют презрительным словом МОД, это толпа, чернь, банда, да? Толпальники. Да, по сути, а во время Киевского Майдана, вот, СМИ, газеты это слово ни в коем случае не использовали, хотя, по сути, было нечто похожее. Андрей, говорят, полиция Капитолии-то тоже особо и не охраняла, и там особой прытью не отличалась в попытке задержать протестующих. И на самом ли деле есть какие-то договоренности у Трампа, могут быть эти договоренности у Трампа с силовыми структурами? И ведь при удачном стечении обстоятельств, если бы применялась сила, были бы жертвы, да, соответственно, это было бы как небесная сотня на Украине, да, и прочее, и прочее. Ну и Байден, собственно, мог бы ввести военное положение и армию в Вашингтон. Вот я соглашусь с Александром по поводу того, что есть кризис политический, но в то же время я считаю, что стоит рассматривать все происходящее в США на данный момент с позиции шоу, то есть отвлекающий маневр. То есть в то время, пока комиссия рассматривала голоса по штату, по Байдену, да, произошло это событие, соответственно, которое перетянуло внимание все и, соответственно, дальше развивалось. Возможно, допуская, что просто людям было сказано, что сходите, вас беспрепятственно пропустят, с полицией есть договор. Куда и так беспрепятственно, по сути, пропускают. Ну, то есть, условно говоря, группа туристов, как мы видим, ходила сначала фотографироваться элфопалками, ну, боюсь представить, если что было бы, если бы они действовали по сценарию 1917 года в Петербурге, если бы они так же атаковали, как это было с матросами при атаке Зимнего дворца, ну, совершенно другая картина. То, что там было, ну... Это не было предвестником начала гражданской войны? Нет. Да, сомневаюсь. Говорят, да, говорят, что история повторяется сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Вот мне кажется, что мы живем сейчас в таком мире, как бы, да, когда она одновременно и фарс, и трагедия. Это вот, да, такой микс очень сложный и очень тяжелый, и иногда бывает сразу до конца сложно разобраться. Вспомните, раз уже начались эти параллели, хотя я думаю, что здесь не так много общего с тем, что было на Украине. Ведь тоже поначалу это воспринималось, да, вот события 1913-го, 1914-го года, возникли сегодня как фарс, да, только... А закончилось чем? Не закончилось до сих пор, там, десятки тысяч трупов, считая Донбасс в итоге. Вот бог его знает. Я думаю, что здесь все очень так слито, и шоу, и в то же время... Ну вот штурм Капитолия подорвал позиции Трампа или, в принципе, вот поставил крест на его будущей карьере? Я считаю, что, ну, назовем, скажем так, сторону оппонента Трампа Байдена, ну, в целом, кто за ним стоит. Вспомните, Трамп тоже говорил, что Обама в свое время Байдена вытащил из мусорного бака. Да. И что в итоге? В итоге, сейчас задача Байдена полностью нивелировать Трампа как политическую фигуру и, скорее всего, в будущем, как и бизнесмена. Для того, чтобы у него в последующих каденциях были развязаны руки, и он мог делать свою политику без какого-либо сопротивления. Кослав, давайте узнаем мнение еще одного эксперта. На связи Валерий Горбузов, директор Института США и Канады, Российской Академии Наук. Валерий Николаевич, здравствуйте. Вот многие предрекали, в принципе, что выборы в Штатах закончатся политическим кризисом. Значит ли это, что откровенный русофоб Байден не станет пить русскую кровушку, ну, пока что, да, пока не разберется с проблемами внутри американского общества? Или одно другому не мешает? Да, я половину не слышал, то, что вы говорили. Но... А вы меня слышите, да? Да, Валерий Николаевич, слышим, хорошо вас. Да, просто я вас не очень хорошо слышу. Если касается ситуации, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки сегодня, то она развивалась на протяжении нескольких последних лет. Особенно, конечно, после победы Трампа. Это была одна ситуация, но надо сказать, что приход Трампа к власти, эта ситуация была спровоцирована политикой Барака Обамы. Поливение политического спектра в Соединенных Штатах Америки после прихода Обамы к власти вызвало ответную реакцию, группировку консервативных сил. И то, что Трамп ее возглавил и пошел на штурм Левой Америки, вот это основная тенденция, которую мы наблюдаем сегодня. Что сейчас происходит? Трамп взорвал Америку изнутри. Своей личностью, своим поведением, своей политикой. И элита, политическая элита Соединенных Штатов Америки его не принимала. Она его хотела выдавить. Первая попытка была связана с деятельностью комиссии Мюллера. Вторая с организацией импичмента. И третья попытка с помощью избирательных механизмов. И она завершилась, наконец-таки, завершилась изгнанием Трампа. Но Трамп не хочет уходить. Он не мирится с тем, что он проиграл. Да, в условиях шаткого политического равновесия. Но все-таки все эти обвинения в том, что были допущены массовые нарушения, все суды, куда он обращался, все эти обвинения были отклонены. А вернее, они приняты за отсутствием доказательств. Поэтому, конечно, он не мирится с этим. Это очень редкая ситуация для Соединенных Штатов Америки, когда бы с таким упорством проигравший президент не хотел уходить из Белого Духа. Но я так понимаю, что ему придется это сделать. Он не будет присутствовать на инаугурации. Но мирная передача власти, я надеюсь, как это всегда было в Соединенных Штатах Америки, произойдет. Валерий Николаевич, благодарю вас за комментарий. Да, у нас, к сожалению, время эфира тоже ограничено. Что ж, господа, очевидно, что, наверное, это прецедент, который происходит на территории Соединенных Штатов Америки за всю историю. Даже Вашингтон после второго срока все-таки мирно ушел, показав свои лидерские действительно демократические позиции. Но говоря о том, что сейчас происходит в Америке, и говоря, наверное, об этой клановости и сложности самой системы, Google и Apple блокируют Твиттер Трампа, его советников, значительной части простых американцев, которые поддерживают Трампа и придерживаются этих взглядов, замазывают изображения Трампа в постах других политиков. Сейчас Гольфистская ассоциация исключила поля для гольфа, принадлежащие Трампа из соревнований. Банки готовы простить займы Трампу, лишь бы скорее разорвать с ним договор и больше не иметь никаких дел. Вот таким образом, Андрей, не показатель ли, что есть... Наверное, сейчас сторонники теории заговора просто ликуют и торжествуют, что действительно оправдываются все эти теории, о которых они говорят. Вот было правильно сказано, что Трамп, он больше бизнесмен, чем политик. Он пришел в политику и тем самым за все свое время нахождения при власти вскрыл проблемы, которые находятся в Штатах. И сейчас политики, АК, большой капитал, его вытесняет. Соответственно, мы видим это, как вы правильно озвучили, со стороны Facebook, Twitter и так далее. Исходя из этого, что мы можем сделать, какой урок мы можем вывести из этого? Что нам необходимо формировать свои собственные те же самые социальные сети, мессенджеры те же самые. Потому что, если, например, взять Twitter, мессенджер, он пользуется большой популярностью за счет того, что он не только линейный, колончатого вида, но за счет того, что он обзорный, и каждый пользователь видит друг друга, другого пользователя, более визуальный. По такому же пути прошли китайцы, например, с TikTok, с WeChat. Я считаю, что нам необходимо это учесть. И в будущем, имея уже базу, с учетом проб и ошибок, делать свои альтернативные социальные сети, которые в будущем не смогут воздействовать при необходимости вмешательства в наши внутренние дела. Александр, а вот говоря, продолжая разговор об этой блокировке, по сути, это начало чистки в американском интернете. Это касается не просто одного, или двух, или даже десятка политиков. Это касается и простых граждан. 50-70 миллионов человек все-таки являются сторонниками Трампа. И насколько возможно, что вот эта чистка цифровая коснется и Крым, и Россию, и, собственно, и другие страны мира? Ведь на сегодня уже WhatsApp говорит о том, что вынужден, обязан передавать Фейсбуку персональные данные. Я хотел сказать первое и важное. Понимаете, ведь они не просто удаляют аккаунты Трампа, как идиозного, на их взгляд, политика. Они таким образом поражают в правах, как вы совершенно точно сказали, миллионы и миллионы американцев, которые проголосовали за Трампа. То есть наступают на свою конституцию? Да, никто ведь не спорит. Даже Байден не спорит, и все его коллеги однопартийцы не спорят с тем, что гигантская, огромная, да, чуть меньше половины избирателей Соединенных Штатов Америки проголосовали за Трампа. Решили, что Трамп должен быть их президентом еще один срок. Сейчас они фактически таким образом унижают, поражают в правах их. И вся эта история, и блокирование этих аккаунтов, и штурм Капитолия, это прежде всего дискредитация самой Америки, как страны, на которую мир много десятилетий, и огромное количество советских граждан, кстати говоря, смотрели, как на такую цитадель свободы, демократии, соблюдения прав человека и прочее, прочее, прочее. При этом совершенно верно Андрей говорит, конечно же, нам нужны собственные социальные сети, потому что до тех пор, пока мы работаем в социальных сетях американских или транснациональных, до тех пор мы зависимы от них, естественно, как бы, да. Саша, ну вот идея все-таки, Андрей, я поэтому хочу, собственно, у него и спросить, да, готова ли отечественная цифровая промышленность, собственно, к таким вызовам создать, но мало создать, нужно привлечь. Или это просто пустые разговоры? Судя по последним сообщениям о том, что... Из Роскосмоса? Из Роскосмоса. О том, что травм перешел в Телеграм, я думаю, что у нас есть возможность. Да, но у нас зато есть, или был уже робот Федор. Господа, хотел еще поговорить немного о русофобских настроениях в Штатах и возможности России протянуть руку помощи братскому американскому народу, тем временем разорвав шабланы. Без разницы, хочется, но... Время уже заканчивается, поэтому каждый, я думаю, додумает для себя эту мысль. Я благодарю вас за беседу, зрителей, за внимание. Увидимся с вами через день в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин